Не просто акцию, а целый международный фестиваль организовали, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии. В Ангарске собрались почти 2000 школьников из разных стран мира. Хоть повод для встречи и более чем серьезный, но для разговора об экологии и защите природы выбрали весьма необычную форму. Об этом убедился Пётр Нюпокоев. Дружба с экологией у участников международного фестиваля экологического фольклора крепкая. Ей они готовы посвящать стихи и песни. Пётр Мурашов вместе со школьными товарищами придумал слова песни на известный мотив самостоятельно. Репетировали несколько недель и вот результат. Ансамблю подпевает весь зал. Как ни крути, а тема защиты родной природы волнует всех. Все должны не мусорить, соблюдать правила пожара. В лесу, чтобы не было пожара. Правильно ухаживать за природой. И сохранять природу. Слова о родной природе звучат сегодня на разных языках мира. Ведь в Ангарске, где проводится фестиваль, собрались почти 1700 школьников из России, США, Монголии, Чехии, Германии и других стран. Участники привезли театральные постановки, рисунки, литературные произведения и даже коллекции костюмов на экологическую тему. Наряд армянской девушки явно метит в победителей конкурса этнического костюма. Ни грамма синтетики, вся одежда создана из волокон растений. А узор на ней, горный цветок и дельвейс, считается оберегом. Вот он живой пример экологичного подхода к жизни. На экологическом фестивале даже еда экологически чистая, кроме традиционной картошечки и мяса, гостям подают квашеную капусту и даже клюкву. Собственно, и в следующем году, обещают организаторы фестиваля, и меню, и программа будут не менее экологичными и интересными. Уверен в этом и партнер мероприятия, крупнейшее в сфере энергетики, металлургии и горно-рудной промышленности, российская компания «Энд Плюс Групп», которая второй год подряд поддерживает эту инициативу и ведет большую работу в сфере экологии, образования, а также развития моногородов и экологического предпринимательства в Иркутске, области и в Сибири в целом. У нас закалила природа реку, славные люди в Сибири живут. Петр Неупаков, Сергей Полянский, новости по будням.